Итак, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Здесь давно не было видео, но я решила вернуться, у меня много вдохновения. Все, кто впервые видит это видео, рады вас приветствовать на моем канале. Здесь я рассказываю про то, как стать инфлюенсером, как начать работать с брендами, как развивать свой блог в сфере фэшн, бьюти и подобных инфлюенсерских тем. А также рассказываю про свою жизнь в Париже, в Европе и, в общем, много всего интересного. Так что подписывайся. Не забывай подписываться на мой инстаграм, потому что там я публикую все нон-стоп каждый день. Очень много интересного контента, моды, образов, распаковок, моих путешествий и моментальной информации про то, как я развиваюсь в сфере фэшн за границей. Тема сегодняшнего видео, как не бояться перешагнуть вот этот страх и начать вести свой блог. Я очень много уже поработала с теми, кто только-только начинает вести блог или те, кто давно его ведет, но не могут развить. Поэтому я видела очень много разных случаев. Три пункта самых частых, которые встречаются у людей. Скорее всего, они есть у вас, если вы реально хотите вести блог, но не можете. В общем, ищите какую-то поддержку. Эту поддержку в этом видео я вам дам, и вы в себя будете чувствовать гораздо более уверенно. Первый пункт, который людям очень мешает начать, это непонимание, зачем им вести блог. Было бы прикольно вести блог, думаю, человек, ну, классно, да, то есть все сейчас ведут, да, начинают развивать свой личный бренд. Эффект толпы. Но человек не осознает реальную причину, реальную мотивацию, зачем ему развивать блог. Как его жизнь изменится после того, как он начнет вести блог. Сейчас я вам их перечислю, вы подумайте, есть ли они у вас. Первое – это заработок. И вам нужно понять, почему именно через блогинг, через инфлюенсинг вы хотите зарабатывать. Вторым пунктом идет реализация. Это творчество, потому что блогерство на самом деле соединяет в себе инфлюенсерство. Соединяет в себе очень много разных компетенций и очень много разных потребностей это занятие закрывает. Это медийность, это общение с людьми, это постоянно нужно вести перед камерой, да, то есть это некая потребность показать себя. Это в какой-то мере актерское, да, мастерство, то есть в зависимости от того, какой вы контент снимаете, нужно уметь себя вести перед камерой, да. Дальше – это мода, это креатив, творчество, да. И блог на самом деле в какой-то степени стартап, который вы запускаете, если вы на нем начинаете зарабатывать. И вы здесь начинаете продумывать, окей, что мне нужно сделать, чтобы больше заработать, с какими брендами поработать, как часто я должна это делать, какой прайс мне стоит выставить, как мне простроить стратегию так, чтобы больше зарабатывать. Может, мне стоит создать какие-то дополнительные проекты и так далее. В общем, здесь очень много всего нужно уметь делать, чтобы стать успешным. Нужно уметь зацепить человека, уметь снять так, чтобы зацепить людей. Если вы чувствуете то, что это ваше, это супер занятие, где можно реализовываться с супер разных сторон. Конечно, здесь есть потребность признания. Если вы человек, которому нравится признание, постоянный интерес к вашей персоне, если вы любите быть в центре внимания, это занятие, оно будет закрывать эту потребность в постоянном каком-то внимании. Есть люди, которые не особо любят внимание, но в этом случае есть такая прекрасная профессия, как контент-креатор, где не нужно слишком много показывать свою жизнь, слишком коммуницировать с людьми, как блогер, но можно также проявлять себя в творчестве, как инфлюенсер в сфере фэшн. Кстати, скажите, интересно ли вам узнать подробнее про профессию креатора, потому что тема, которую мало кто раскрывает, мало кто о ней говорит, мало людей понимает, что такое контент-креатор, и хорошо зарабатывают. Как только я сажусь записывать видео, в Лиссабоне начинается какое-то выступление за окном, какая-то музыка непонятная, которой не было до этого. Вот, давайте про следующий пункт, почему многие люди откладывают ведение блога и не могут начать. Это страх осуждения. То есть люди думают, что их осудят за то, что они делают что-то классное, по сути. И здесь вам нужно реально расставить приоритеты. Что вам важнее? Мимолетная какая-то мысль эфемерная какого-то человека? То есть вы ее настолько ставите на пьедестал важности? Представьте, вы настолько считаете, что это важнее, чем ваша мечта, чем ваше будущее, которое вы можете получить? И настолько обесцениваете то будущее и те цели, которые вы преследуете, настолько высоко ставите на пьедестал другого человека, что здесь стоит задуматься реально о приоритетах в своей жизни и на то, насколько вы себя оцените, и насколько вы реально хотите чего-то добиться. Потому что люди, которые чего-то добиваются, это те, которые в последнюю очередь думают о том, что о них подумают другие люди. Потому что другие люди не решают ничего в их жизни. И мы должны все с вами понять, что мы тот самый единственный человек, который может изменить нашу жизнь, который реально на нее влияет. Следующий распространенный пункт это конкуренция. Это страх конкуренции, до уже таких блогеров много, до таких инфлюенсеров много, а они все модельные внешности, они все такие интересные, у них такая интересная жизнь. А я вот обычная Маша из Томска, я, кстати, из Томска, поэтому привожу такой пример. Я вот такая Маша из Томска, вообще никому не интересно, у меня неинтересная жизнь. Обычная внешность, не та фигура, не те волосы, не те зубы и так далее. Мне в инстаграме подобный комментарий написали, что вот чтобы быть блогером, либо вести фэшн-блог, либо быть инфлюенсером в какой-либо сфере, нужно иметь белые зубы, красивые волосы и фигуру. Во-первых, я хочу сказать, что касательно внешности, всем людям в жизни было бы хорошо иметь здоровые волосы, здоровые зубы, здоровую фигуру, просто потому что это здоровье, потому что в реальной жизни другие люди вас тоже видят. Просто когда вы снимаете блог, вас видят не 10 человек за день ваших знакомых, а вас видят сотни тысяч человек за один день, либо за несколько часов. Но это не самое главное, потому что у каждого человека есть какой-то свой вау-фактор, из-за которого они привлекают внимание других людей. И это не всегда стандартная инстаграмная внешность, это может быть такая интересная внешность, да. Куча есть моделей блогеров плюс сайз, и это может быть некоторой уникальностью. Просто нужно понимать, какую часть аудитории вы можете привлечь, и чем именно привлечь. И уметь вот эту свою часть, которая привлекает определенный круг людей, уметь показать интересно так, чтобы людям было, в общем, интригующе посмотреть, что там у вас насчет другого контента, подписаться и продолжать следить. Касательно конкуренции, вот на самом деле там, где много конкуренции, это хорошо, потому что значит, что это прибыльная ниша, это значит, что там много денег, много ресурсов, много связей и так далее. Значит, в этой сфере на самом деле проще двигаться, если вы что-то там делаете. Это то же самое, что и с городом. Если вы приезжаете в мегаполис, конечно, там много людей, но там много работы. Конечно, там все получают более высокую оплату, больше связей, быстрее продвигаются по карьерной лестнице, добиваются больших успехов, чем в маленьком городе, где, конечно, маленькая конкуренция, но там и мало спроса, там мало почвы для вашего развития, тех амбиций, которые у вас есть. Поэтому люди, которые боятся конкуренции, они остаются в своем месте, где абсолютно нет конкуренции, но нет и успеха. Поэтому я вам предлагаю вместо этого полюбить конкуренцию, и, наоборот, обращать внимание на какие-то тренды, на какие-то мейнстримные течения. Если вы будете с вами смотреть, а может быть, вам тоже стоит что-то туда взять. Я воспринимаю всех блогеров, инфлюенсеров, которые есть в моей нише, как коллег. Это круто, что есть на самом деле разнообразие разных блогеров в моей сфере, и то, что мы можем делиться опытом, мы можем вдохновляться друг к другу, мы можем брать какие-то идеи, адаптировать под себя, обмениваться ими, общаться, делиться опытом, и вместе расти, и друг друга подтягивать. Бейзи-кли мы все равно все супер уникальные, индивидуальные. Никакой человек не сможет повторить ваши таланты, вашу внешность, ваш опыт. Рассказать историю так, как вы можете ее рассказать тем голосом, который у вас есть, в той манере, которая у вас есть, одеться именно в той стилистике, которую вы хотели бы и могли бы одеться, и выбрать, да не знаю, что угодно, да, просто в целом мы супер уникальные люди, нет ни одного похожего ДНК в мире, у каждого ДНК биологический свой, это все тоже объясняет на самом деле. Если говорить про мой опыт, как я начала, и вообще как у меня это было, я не переживала на самом деле какого-то большого страха, что обо мне подумают. Я обычно долго и много не думаю на этот счет, и мне это помогает. Иногда в негативном ключе отработает, что я сначала делаю, потом думаю, но это имеет и хороший эффект, и я вам советую именно вот эту часть взять. Из моего опыта сначала сделать потом думать в плане блогинга, потому что здесь такой подход очень даже работает. Конечно, здесь нужна стратегия для развития блога. Я это делаю все и рассказываю на курсе, который у меня стартует раз в три месяца. И, кстати, у меня будет следующий 16 сентября. Можете мне писать в директ в Инстаграм. Я прикреплю в инфобоксе всю информацию, вы сможете со мной связаться, забронировать место на 16 сентября по самой выгодной цене. Курс называется Create in Influence, то есть я там как раз даю от А до Я всю информацию, как начать блог, как его развить, какой контент нужно делать, бренды для сотрудничества, как работать с иностранными брендами, как развивать свои социальные сети. В общем, все-все-все-все. Чтобы начать зарабатывать на социальных сетях, как креатор либо инфлюенсер, заходите в мой Инстаграм, там очень много всего интересного. Дайте себе месяц, дайте себе два месяца, три месяца. Через три месяца регулярного поясинга у вас будут очень большие заменения, в плане вы уже будете работать с брендами, у вас уже будет доход от работы с брендами, вы представляете? Поэтому желаю вам успехов, больше смелости, потому что успехов добиваются не самые талантливые, не самые умные, не самые красивые, а самые упорные, самые... вот видят цель, не видят препятствия. Вот вот эти люди, они владеют миром и добиваются все, что хотят. До встречи. Пока-пока.